Что движет верующим человеком, который решает стать миссионером, в том числе и в других странах? Вера предполагает, что то, во что ты веришь, это, во-первых, самая предельная и единственная истина, а во-вторых, то, что это путь к спасению, спасению от всего того, что омрачает эту жизнь, от всего того, что угрожает человеку как личности. Это нормально, естественное желание, что если ты узнал что-то, что касается спасения, если ты болеешь какой-то смертельно опасной болезнью, ты знаешь, где дают лекарства от этой смертельно опасной болезни, и ты, получив это лекарство, выздоровеешь, вряд ли будешь молчать и не скажешь кому-то другому больному, тебе захочется делиться этим с остальными. У меня был друг, он сейчас есть, которому удалось выздороветь от очень опасной и тяжелой формы рака, и после того, как он выздоровел, он сказал, что я хочу потратить свою жизнь на то, чтобы помогать другим людям, которые столкнулись с этим. Это все понимают его мотивацию, но похожую мотивацию имеет и человек, который решает поделиться своей верой, потому что он убежден, что это не просто, что есть церковь, это не просто клуб по интересам, или хобби какое-то, просто какое-то приложение к жизни, а это самое сердцеина того, что составляет личность верующего человека. Самое главное, то, что он считает выше себя самого. И, конечно, этим хочется поделиться. Я сам помню, когда я стал верующим, это случилось так, я вырос вообще в неверующей семье, и случайно там моя бабушка нашла на улице выброшенное Евангелие кем-то. Ну и вот она себе оставила несколько экземпляров и мне дала несколько экземпляров, и после того, как я прочитал эти несколько экземпляров, я, да, я стал верующим человеком. Но более того, мне хотелось поделиться, переполняло чувство желания поделиться этим с другими. И хотя я тогда был всего там 12-летним подростком, я там от руки переписал какие-то выдержки из Евангелия и пошел, положил в почтовые ящики всего подъезда. Я понимаю, что это такое, ну, наивное такое-то действие, но именно это желание поделиться тем, что тебя восхищает, тем, что тебе помогает, тебя преображает, твою жизнь, оно и движет верующими людьми, когда они распространяют свою веру. И особенно для меня лично, конечно, стало приятным то, что это стремление поделиться своей верой сталкивается с ответным стремлением очень многих людей по всему миру узнать именно эту православную веру. Вот, в частности, мы с отцом Станиславом находимся в такой группе англоязычной, Ask about the faith, Спроси о православной вере, которая, по-моему, самая большая англоязычная группа православная. И вот каждый день выходят люди, которые с разных стран мира заинтересовались, хотят узнать больше о православии. Это такое глобальное движение, которое подклеснуло именно в 21 веке распространение интернета. Поскольку раньше без интернета это тоже, конечно, происходило, но гораздо сложнее. И гораздо меньше люди могли этого всего узнавать просто о православии. Хотя такое бывает, в частности, когда я был на Филиппинах, у меня был такой примечательный момент. Там ездят такие, вместо такси, трайсиклы. Это трехколесные коробочки из листов железа сшитых и поставлены на мотоциклы. Ну и вот я поймал трайсикл, чтобы поехать до мотоцикла, простите, до магазина ближайшего. И вот, собственно говоря, по дороге меня водитель филиппинец спрашивает, а вы православный священник? Я говорю, да. А вы кто поверен? Я православный христианин. И меня удивило то, что я в этом городе, в генерал Сантосе, я крестил всех православных, которые там были. Я всех православных знаю в лицо. А его я видел в первый раз. Я спрашиваю, а как ты стал православным? Потому что я тебя не видел в нашей общине. Он улыбнулся, отъехал на обочину, остановился и достал у него под сиденьем, была старая-старая книга энциклопедии «Британика». И он открыл, и там подчеркнута статья «Православная церковь». Он говорит, вот я нашел здесь эту статью, я прочитал, я убедился, что это именно то, во что я сам хочу верить. И вот с тех пор он решил себя считать православным христианином. И я ему сказал, что это замечательно, но ты приходи и к нам, потому что ты не один православный. И, собственно говоря, чтобы стать православным, тебе нужно не только полюбить православие, но и войти в церковь православную. И вот, собственно говоря, нечто подобное происходило и раньше, в том числе и в Африке, допустим, самые первые движения к православию начались более ста лет назад, в Уганде, например. И там история была такая же. Там был местный молодой человек угандиец, Руим Спарта. Это еще было времена колонизации. И вот он тоже, именно прочитав в книге, в словаре определение православия, загорелся. И началось его путь к созданию православной церкви, который занял десятилетие, в результате которого действительно огромные общины и в Уганде появились, и в Танзании, и в Киевне, благодаря тому, что он просто нашел эту статью и загорелся, и дальше двигался в этом направлении. Еще более интересный случай я слышал, это по поводу Никарагуа, где тоже доводилось бывать. И там я поговорил с первым священником, никарагуанцем православным. Я спросил его, как вы стали православным? Все-все началось. И он рассказал такую историю, он говорит, что он был молодым католиком, и как-то раз ему попалось словосочетание православной церкви. Это тоже было до интернета на эпоху, поэтому нельзя было просто взять и загуглить. И вот он решил подойти к своему священнику, к католическому, к своему духовнику, и он спросил его без какой-то задней мысли, а что такое православная церковь? И он дал ему такое определение в ответ. Это то, чего никогда не было и никогда не будет в Никарагуа. И то, что в результате именно этот молодой парень стал первым священником православной церкви, которая споняет православие в Никарагуа, ну, такая, на мой взгляд, ирония со стороны Бога в отношении вот того ответа этого священника. Но вот это я привел примеры того, как это все происходило в доинтернетную и безинтернетную эпоху. Но с распространением интернета количество таких случаев возросло многократно. И связано это с несколькими причинами. Во-первых, ну, могу сказать, потому что я общался с огромным количеством людей, которые просились в православную церковь, и некоторым из них непосредственно помогал войти в православную церковь. Поэтому у меня довольно большой уже набрался опыт. Я могу сказать, что движет этими людьми во многих случаях. Во-первых, конечно, интерес возникает у христиан, у тех, которые уже считаются христианами. В особенности это касается Азии, Африки, Латинской Америки, которые при этом хотят найти исконную христианскую веру, настоящую христианскую церковь, какой она была. Тоже в Индонезии, когда я был, я общался с одной довольно высокопоставленной местной индонезийкой, тоже спрашивала ее, как она обратилась в веру православную. Ну и в частности у нее была особая интересная история, как она в принципе из ислама в христианство перешла. А уже как она из протестантизма в православие перешла, тоже она говорила, что она вот читала Библию и видит, что в книге «Деяния апостольских» описывается церковь, и у нее задавали вопрос, а что стало конкретно в церкви описано? Там церковь, где она сейчас? И начав изучать это, она поняла, что это та самая церковь, которая сейчас называется православной церковью. Потому что мы действительно являемся наследниками вот этой двухтысячелетней традиции, непрерывной со стороны церкви. И это привлекает очень многих людей, которые хотят найти чего-то изначального, исконного. И в Таиланде мне рассказывали, там немного православных, но те, которые приходят, в целом, они очень любят что-то изначальное, исконное. Если ты следуешь христианству, почему бы не следовать именно той церкви, которую создали сами ученики Христова две тысячи лет назад? Вот это является таким ключевым моментом для многих. И в случае Африки добавляются еще дополнительные вещи. Ну, в частности, то, что там те церкви, которые были до сих пор присутствуют в Африке, западные церкви, они очень тесно были вовлечены в все процессы, связанные с работорговлей, с колонизацией, с протиснением местных общин, местных людей со стороны колонизаторов. Православие же одного не только не было с этим связано, но более того, православные священники, они участвовали в этом освободительном движении. Тот же самый Рубим Спарта, про которого рассказал, парень, который в Уганде сто лет назад прочитал «Под православной церковь» и решил стать православным. Вот он уже, когда создал, когда он уже стал священником православной церкви, его посадили в тюрьму. На пять лет он сидел в тюрьме за то, что он учил детей грамоте, когда это не поощрялось местными властями. Другой в Кении православный, тоже священник, потом он стал православным епископом, Гатуна, подосядь сидел 10 лет тоже со стороны колонизаторов. То есть православные в Африке, они не только не были на стороне колонизаторов, но они, получается, были на стороне тех, кто поддерживал в момент угнетения сам народ. Но это касается, даже если посмотрите на нашу историю, например, в конце 19 века, когда итальянцы пытались подчинить Эфиопию, Эфиопия это осталась единственная страна Африки, которая не была колонизирована, которая сохранила свою независимость. Вот итальянцы пытались ее подчинить. Тоже там был интересный момент, как это они сделали, они заключили договор с императором Эфиопии. При этом на эфиопском языке было написано одно, а в итальянском переводе было написано другое. А потом на основании того, что было написано в итальянском, они объявили, что вы на самом деле находитесь под нашим протекторатом, вы часть нашей итальянской страны, и из-за этого начали войну. И, собственно говоря, Россия тоже поддерживала эфиопов и помогла им выстоять в этой войне с итальянскими колонизаторами. Но это просто, как я объясняю, что было, что двигало людьми, что является значимым для них. И, конечно, в наше время, опять-таки, в связи с вызовами, которые есть в 21 веке, добавляется еще и тот момент, что православная церковь это самая консервативная из всех церквей христианских. И на это тоже есть большой запрос в многих странах, в том числе в странах Африки. Когда вот эта западная повестка насаждается порой достаточно серьезно и лицемерно, с двойными стандартами, все это вызывает негативные отношения. Ну, возьмем, чтобы не говорить общие слова, возьмем пример Уганды. Там президент страны, ну, вместе с парламентом, они криминализировали груз-сексуализм. То есть это стало преступлением. И за это объявили сейчас санкции на, вот, в отношении не только самого президента Уганды, в отношении Уганды. И, кроме того, даже примеры такого вмешательства, в частности, англиканская церковь предъявила претензии официальные к главе англиканской церкви Уганды, почему они не выступили против президента, за то, что тот, значит, вел вот этот закон. При этом, как сами угандийцы говорят, что вы подвергаете нас санкции за это, но при этом сотрудничаете с Саудовской Аравией, где это тоже является уголовным преступлением, за которое тоже полагается очень серьезное наказание. там за это казнят. Но при этом на Саудовскую Аравию вы не накладываете санкции, вы считаете их своими союзниками. Почему? Потому что вы от них зависите, потому что вы считаете, что они достаточно сильны или достаточно там выгодны, чтобы с ними так обращаться. А нас вы считаете слабыми, и с нами вы считаете возможным общаться вот с такой позицией. Это, конечно, тоже, скажем так, вызывает некоторый кризис в церковности тех африканцев, которые относили себя к тем церквам, которые с Запада сейчас начинают все вот это насаждать. То есть, есть целый ряд вот таких причин, благодаря которым люди, многие ищут возможности узнать о православии. Конечно, случается, есть много таких, скажем так, эмоциональных вещей и догматических вещей. Кто-то находит, и даже, допустим, на Филиппинах мне писал один парень, вот он рассказывал, что он хочет стать православным, и как он заинтересовался, он просто в интернете смотрел ролики без каких-то этих самых... Не искал ничего специального по религии, он, по-моему, даже мусульманином был. Вот, и вдруг он увидел там купола, а на Филиппинах ставят похожие маковки на мечетях, как у нас, такие же луковки. И он заинтересовался, что вроде как знакомое изображение, но с крестом включил, увидел там изображение церквей, песнопения, и вдруг его это все так охватило, что он начал плакать, и говорит, со мной что-то стало происходить, когда я это все видел, вот и меня заинтересовался. Много таких вещей, ну, именно живых, со стороны людей, которые их подвигают. Не только все сводится к каким-то, может быть, причинам, которые я описал выше. Ну, и мы, как африканский экзерхат, были созданы чуть больше полутора лет назад. Большая уже работа, у нас присутствие в 25 странах Африки, и мы получили огромное количество приглашений. То есть, мы не приходим, как конкистадоры куда-то и навязываем что-то свое. Мы приходим туда, куда нас приглашают, куда нас зовут. И даже могу сказать, что за это время мы еще не успели посетить всех, кто на нас вышел, всех, кто на нас приглашает, потому что это просто занимает много времени. Ну, почти всех, многих. Удобность нам уже охватить. Ну, это вот тоже, вы можете видеть, как там происходят службы под деревом. Как было дерево манго, они такие здоровые. Там человек 100 было вот на этой службе, и все уместились в тени одного дерева. Ну, они реально бывают огромные, вот эти манго, деревья. И, конечно, там покупает их такое очень трепетное отношение к вере. в целом, африканская раса, негроидная раса, это самая религиозная раса из всех, которые есть. Там меньше всего процента атеистов, то есть, они все, для них нормально, именно, быть верующим человеком. Большинство африканцев исповедуют христианство самых разных направлений, не все, понятное дело, православные, православных пока меньшинство. вот, но после христианства там уже ислам, и уже после ислама еще и там остаются некоторые местные языческие верования вот, в некоторых африканских странах. В целом, там очень большая такая открытость именно в Африке, потому что это я заметил на контрасте, до этого я там 10 лет занимался миссией в Азии, познакомился с обществом в разных азиатских странах, и за некоторыми исключениями, там, за исключением Филиппин, например, во многих азиатских странах общество уже как-то сформировалось, люди ментально уже сформировались, и они не очень открыты для чего-то нового, принципиально нового. Поэтому там, конечно, миссия идет зачастую намного труднее, сталкиваясь с тем, что большинству людей не очень интересны в принципе какие-то вопросы веры, или же если они интересны, то они их уже решают по традиции, которые у них есть, сформированы. А в Африке общество еще формирующееся, то есть тот же религиозный география Африки, она за последние 40 лет изменилась кардинальным образом во многих странах. это все еще формирующееся общество, открытое для нового. Это в значительной степени страны очень молодые, кроме Эфиопии, которая как я сказал, что это единственная страна, которая осталась непокоренной в Африке, так же как в Юго-Ассоциальной Азии, единственная страна, оставшаяся непокоренной, это Таиланд, и тоже, кстати, с помощью России дореволюционной царь Николай II помог и одним и другим защититься тайцам от французов, а эфиопам от итальянцев. И тоже очень большой процент молодого населения, порядка 40% жителей Африки, это люди 20 лет и моложе. И, соответственно, молодые люди, как правило, более открыты для чего-то нового и менее держатся за что-то старое. Да и держаться не так много, потому что страны некоторые, ну там самая последняя Намибия получила независимость в 1990 году, какие-то постарше, ну в 70-е, 60-е годы, у них собственно государственность еще не очень устоявшаяся. Все это является очень такими обстоятельствами, которые способствуют тому, что люди свободно выбирают свою веру. Открытость их к вере, их усердие к вере, они действительно впечатляют и подкупают. Ну даже еще и по филипинам я могу запомнить, некоторые такие яркие примеры. Там, когда, например, из соседнего прихода люди, они не могли приехать утром на службу, потому что маршрутки не ходили тогда, когда служба начинается, они пришли бы позже, они бы опоздали. и они приезжали накануне и ночевали в церкви, просто чтобы на следующий день поучаствовать в службе, причаститься. Или, например, когда в том же Маниле я общался с парнем, и вот я вижу, что он там после вечерней службы собирается домой, спрашивает, далеко ли он живет, и оказывается, что он живет в трех часах езды от того места. И я спрашиваю, не тяжело ли тебе 6 часов на дорогу тратить для того, чтобы приехать на службу? Он говорит, нет, не тяжело, потому что раньше я жил еще дальше, и нужно было 12 часов тратить на дорогу. Причем, это не так, что ты сел из дома и сразу приехал. А там еще он заменял 5 этих самых средств передвижения в процессе. Он говорит, ну, как я могу не приехать, если здесь, через эту службу Бог дает мне жизнь. И вот эти люди, они показывают, что оно того стоит, что какие-то тяготы, с которыми миссионер может столкнуться, ну, допустим, с отцом Станиславом там лихорадкой Денге переболели в тех же Филиппинах, в Африке тоже постоянно там эти антималерийные препараты всегда под рукой, там и тест антималерийные, если что. Какие-то там могут быть проблемы с безопасностью, какие-то там случаи, когда у тебя там пытаются представители местной власти вымокать деньги и еще что-то такое. Ну, несмотря на все эти невзгоды и трудности, когда ты видишь глаза людей, обратившихся к вере, и как для них это дорого, как они ценят, как они готовы многим жертвы для того, чтобы быть в вере, то это, конечно, подкупает. Я знаю, что у многих возникает вопрос, когда они видят эти фотографии, но вот насколько все эти негры на самом деле становятся православными, насколько это все там, с их стороны, серьезно и глубоко, и, конечно, на мой взгляд, по крайней мере, это есть некоторое какое-то отношение с высока в этом вопросе скрывающиеся, как будто только мы, как будто только белые люди могут стать настоящими православными. На самом деле у нас в наших святцах есть чернокожие святые из древних эфиопская церковь целая, она была раньше православной, и издавна с первых веков христианства исповедовала православие. Нет, ничего невозможного для них стать православными. Конечно, им нужно прилагать большие усилия. В целом, не только африканцам, в целом, всем людям, которые приходят в неправославных странах православия, нужно прилагать огромные усилия, большие, чем нам, для того, чтобы узнать свою веру, для того, чтобы сохранить ее в условиях, когда вокруг все неправославное. И люди, что тоже трогают, они готовы это делать. Конечно, нужно много учить, и у нас большой фронт работы по переводам, текстам, по научению. Поэтому тоже вы можете видеть. И вот как раз просфору учат, иконопись учат. Мы стараемся передать людям традицию, потому что, если они хотят стать православными, они имеют право узнать все, что касается православия, воспринять это. И они делают с большим усердием, с большим энтузиазмом. Что касается каких-то вещей, связанных с какими-то местными суевериями, допустим, сталкиваются, сталкиваемся или мы с этим. Да, там были моменты такие, но в особенности, конечно, это связано со всем, что касается целительства, каких-то таких практик. Плюс, помню, еще забавный момент с талисманами на Филиппинах. Распространены талисманы, и мы среди нашей филиппинской паства говорим о том, что талисманы это суеверие, носить амулеты там носить их нельзя. И был такой момент, когда пришла группа филиппинцев, и я смотрю, один парень, у него висит амулет на особой веревочке украшенной. И я вижу, я не сказал ему лично, я всем им сказал, что носить эти амулеты нельзя потому-то и потому-то. Потому что мы обращаемся именно к Богу, а не то, что мы думаем, что какой-то кусочек камня или кусочек зуба какого-то сильного животного наделен какими-то особыми свойствами, которые сами по себе могут нас сохранить. смысл именно отличия суеверия от веры это то, что вера обращена всецело на Бога, а суеверие думает, что это божественная сила, она как будто действует сама по себе и можно с ней работать, не обращаясь собственно говоря к ее источнику. И вот я это пробовать сказал, вот потом после крещения уже на следующий день у нас служба, приходим и я вижу опять этот парень стоит, у него вижу сверху обеднеется та же самая веревочка украшенная. Я честно скажу расстроился, что думаю мои проповеднические труды вчерашние пошли прахом. Я еще раз сказал проповедь о том, что нельзя носить амулеты, но никому не говорил конкретно, в целом. Этот парень понял, что я говорю про меня, и он потом ко мне подошел и достает и показывает, что он заменил на этой веревочке амулет на крестик. То есть, что на самом деле он понял, услышал и принял к исполнению. Вот. Более сложные случаи, связанные, конечно, со всякими целительством, оккультными практиками, которые церковь не поддерживает, но к которым местные люди прибегают, потому что там ужасающие условия в плане доступности медицины. Что на Филиппинах, что во многих странах Африки. Люди просто зачастую даже не имеют какого-то медицинского пункта там рядом с собой, не говоря, что там про клинику, а во-вторых, даже если рядом с ними есть госпиталь, они не могут туда обратиться в большинстве случаев, в большинстве стран, потому что это просто им не по карману. И в таком случае делать что-то надо, и, конечно, это способствует там развитию разной народной медицины, а иногда под видом народной медицины разных каких-то целительских оккультных практик. Мы с этим сталкивались, конечно, и на Филиппинах, и в Африке тоже такое бывает. Вот, поэтому не хочу сказать, что не обходится без каких-то моментов, которые нужно в людях преодолевать, и от которых нужно учить их избавляться. Еще со своей стороны я заметил тоже и по моему опыту, что чем больше мы в рамках своей миссионерской деятельности как-то ставим условия, что вы должны изменить это, 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 это. Чем больше таких условий для человека, который переходит в православие, тем больше он уп orguliaется в православие. Эти условия, чем больше он себя меняет, тем больше он становится на самом деле православным. Чем меньше этих условий, соответственно, человек становится такой полуправославный и в любой момент может отпасть и вернуться куда он пришел или перейти еще куда-то заключение отец станислав раз уже на фотографиях появились может быть уже добавить и со своей стороны да а вот такого просто пока закончили меня вот часто спрашивают я как бы не знаю а сталкер если вы с ситуацией многоженства до обращается вот у него там 10 жен и как бы там же ребенки дает и как вообще делать как вы решали эти вопросы да это интересный момент потому что сейчас есть со стороны даже ну вот если мы говорим про допустим протестантов и католиков которые занялись миссией в этих странах в азии в африке раньше чем мы во многих и они допустим но некоторые из них они сдаются перед теми проблемами которые есть например некоторые протестанты они начинают говорить и все нормально хорошо что там в африке там есть многоженство мол это местная культура которую мы можем воспринять есть какие-то и более с крестьянской стороны более жесткие вещи именно в том что касается в таиланда в таиланде есть обязательные для участия семейные праздник ежегодные в рамках которого нужно совершить приношение идолу вся семья собирается и все обязательно в этом участвуют и в общем-то и католики протестанты смирились с тем что их последователи они приносят жертву идолу в рамках этого праздника вот вы ну с точки зрения христианства в том числе исторического христианства кончили раньше как они действовали даже они конечно это нонсенс и это недопустимо все-таки когда ты приходишь в церковь ты не церковь если ты веришь никто не заставляет в нашем случае мы же никого не заставляем прийти в православие стать православным мы сами пришли нам вы сами сказали что мы хотим быть православными если вы хотите быть православным мы готовы вам помочь вы просто она значит что вы приходите для того чтобы меняться сами и менять свою практику в соответствии с практикой православной церкви, а не наоборот. И в этом есть серьезное богословское обоснование, потому что мы верим, что то, чем мы обладаем, если мы сейчас не говорим про второстепенные обрядовые вещи, но если говорить про центральные вещи, связанные с догматами и с нравственным учением, что это мы получили от Бога как истину. А истина от Бога, она совершенна. Совершенство не нуждается в изменениях. Поэтому, собственно говоря, православная церковь и консервативна. Не просто потому, что мы любим старину. Дело не в старине, а дело в убеждении, что мы храним совершенную истину. Только несовершенные вещи можно с помощью изменений сделать более совершенными. Если же наоборот в совершенную вещь привносить какое-то изменение, то оно станет только менее совершенным. Например, те люди, которые подбегают на выставках к разным шедеврам и что-нибудь дорисовывают от себя, они их же не хвалят за то, что вы внесли что-то новое. Они говорят, вы испортили шедевр. Это даже преступлением считается и так далее. Вот, собственно говоря, и с точки зрения верующего человека при внесении изменений в саму суть веры, это является порчей божественного шедевра истины, которая нам передана. Поэтому, да, такие проблемы есть там. Вместе с тем, допустим, я сам слышал такие речи на некоторых, я был в миссионерских конференциях в Европе несколько лет назад, которые говорили, там вот прям некоторые говорили, что африканцы просто не могут без этого, поэтому вот нам нужно с этим смириться, это допустить. И лично мне, я это прямо говорю, в том числе и в Африке, я говорю, я считаю, что это российская точка зрения. Что значит, что африканцы не могут быть единобрачными? Вполне могут. Более того, все народы, и наши предки, и все другие христианские народы, до христианства у них тоже была полигамия. Но, однако же, они смогли отказаться от нее ради той веры, которую они приняли. Почему африканцы не могут? Что им, кроме цвета кожи, в этом случае и помешает? Вполне могут. И многие так и действуют, большинство. То есть, там, вот вы сказали, что полигамия, я ответил, есть. Но проблема не в том, что прям все поголовно полигамные. Это в некоторых местах, в некоторых народах, в некоторых племенах это есть. А другие, те же самые африканцы в той же самой стране, спокойно себе живут с одной женой, хранят верность. Ну, то есть, в принципе, это вполне возможно. И, конечно, мне и сами наши африканские лирики тоже говорили. Ну, в частности, один из Демократической Республики Конго говорит, что вот он там из села происходит, где это принято. И хотя они не православные, они протестанты, но вот они все там многоженцы. Он, в частности, говорил там со своим дядей. Он уже старый человек. Он говорит, ну вот зачем тебе? Ну, как бы, Господь же, ты же знаешь, что Господь, в Которого ты веришь, говорит, что так не надо, что вот сказано, да, что Бог создал одного человека, уже одного мужчину, одного женщину, что вот это Господь ставит как образец. А тот говорит, ну кто обо мне позаботится в старости моей? Вот. И когда мы это обсуждали, то, конечно, здесь мы приходим к тому, что есть момент недоверия Богу, потому что для верующего человека ответ должен быть такой Бог, о тебе позаботиться. И если ты исполняешь то, что Бог о тебя просит, соответственно, ты веришь, что Бог и позаботится о тебе в той степени, в какой для тебя это полезно. Если же ты столкнешься с какой-то сложностью, объективной из-за этого, ты, соответственно, несешь страдания за заповедь, ради заповеди, и это тоже является твоим путем показать Богу свою любовь, свою верность и уподобиться и Христу, который постадал за правду. Вот. Так что мы намерены, конечно, с этим бороться и с какой-то такой терпимостью к этому не относиться. Тоже так же и в Таиланде, с Идландией. Когда у нас местные верующие, и тайцы, которые к нам обращались, когда они задавали этот вопрос, а там еще что, в чем сложность-то? Потому что у нас, допустим, многие бы и не поняли, ну подумаешь, есть праздник, ну я скажу, не предунает праздник. У них, в принципе, почитание старших, почитание старших родителей или там дедушек, бабушек, они возведены в такой абсолют, им физически, психологически, точнее, им психологически крайне тяжело сказать просто слово «нет». И там, ну тоже, кто знает, это азиатские народы, это не только тайцев касается, вообще они избегают говорить «нет». Само слово «нет» в тайском языке присутствует, но оно там, знаете, как ругательство примерно. Как где-то там вот услышать ругательство, но это так же слово «нет». Обычно они избегают слова «нет», вот, и поэтому жалуются тоже бизнесмены наши, которые там работают, все. Провел переговоры, тебе всегда говорят «да», а потом надо каким-то образом догадаться, это «да», которое на самом деле «да», или это «да», которое на самом деле «нет». Вот, с этим, да, многие сталкиваются в Азии. И проблема в том, что человеку крайне тяжело пойти против семьи, вот именно исходя из того, что это там совершенно не принято. Тем не менее, ну, об этом тоже, в этом состоит религиозность, то, что ты веру в Бога и предписание Божие ставишь на первое место, не на второе. И то же самое там в Индии мне запомнилось, я общался с одним индийцем, и он мне сказал, если вы спросите любого индуса, что для него самое важное в жизни, он назовет вам две вещи, это вера и родители. Но если вы поставите вопрос перед ним, а что из этого ты выберешь, он ответит родителей. Вот. И в силу этого тоже зачастую в Индии нелегко переходить людям веру в христианскую, потому что семья против, и надо идти против семьи в этом случае. Это заставляет сильный такой дискомфорт, нравственные терзания и так далее. Вот. И не все так легко, как могло показаться из моих вступительных слов. Вот. Но тем не менее, моя убежденность, что если человек все-таки сделал шаг в сторону православия, если он сказал, что я хочу быть православным, то ты, соответственно, тогда должен быть следовать полностью тому, что говорится. Это не значит, что мы вообще запрещаем их именную культуру. Когда в наших храмах в Африке они тоже поют свои песни. Не во время богослужения, но после богослужения это допускаем, мы этого не запрещаем. И они поют песни не какие-то там языческие или непонятные какие-то. Они сочиняют песни на православную тематику, но на свои народные мотивы. И вот они таким образом воспаляют Господа. И там наш владыка это вполне допускает. Говорит, что да, мы не заставляем их отказаться. Барабаны они используют при этом. Опять-таки мы не заставляем их от этого отказаться. Но если говорить о предписаниях, ну, о догматах и о заповедях, здесь уже мы поступить с этим не можем ради того, даже если бы этот путь принес нам больше сторонников. И в целом меня иногда спрашивают, сталкивались ли вы с каким-то сопротивлением, с неудовлетворенностью, с напряжением, с противодействием со стороны местных людей. Единственное, что это то, что раньше православие в Африке представляли именно греки, греческую церковь. И, конечно, после того, как они поддержали раскол на Украине в 2019 году, именно в Африке, африканские греки, мы уже не могли дальше с ними сотрудничать, как раньше, поэтому мы начали действовать сами в Африке. И вот грекам это не понравилось, вот греки недовольны. Кроме греков, которые, понятное дело, они имели монополию, они потеряли монополию, они недовольны. Но кроме них я никогда не сталкивался ни со стороны мусульман, хотя мы и в мусульманских странах присутствуем в Африке, ни со стороны католиков, ни со стороны протестантов. Мы не сталкивались с этим. Даже в Азии, может быть, больше было этого. Хотя тоже какой-то такой резкого сопротивления не было, но иногда там распространяли какие-то нелепые слухи, сплетни. Ну, даже до смешного доходило. Помните, очень, прошу прощения, приехали вот на Филиппинах, и люди такие сядут настороженные, потому что они думали, что мы приехали из Советского Союза насаждать им коммунизм. Да, да. Прямо вот так вот. То есть они говорят, вы не коммунисты, вы прям вот так вот. А для них это попытательно, потому что у них там до сих пор коммунисты-террористы есть, которые ведут теракты, ну, террористическую деятельность, террористическую деятельность, кошмарят местное население, поэтому для них это такое имеет значение. Ну, другие моменты были более, вот на Филиппинах тоже, в одной местности, там один аглипайский священник, это не католические раскольники, скажем так. Вот он начал распространять, когда увидел, что из его деревни люди переходят в православие, он стал говорить, что не верьте, вот русские, они на самом деле хотят увезти вас в Россию и съесть вас там. При этом, это он говорил пожилым людям, я прям был настолько поражен, а зачем нам есть филиппинских стариков? Я просто не понимал. А таких новых людей, которые переходят в жилом? Да, да. И мы никого не съели. Пока что. Держимся. А вы с твоей зарубой обучаете? Конечно, конечно, это очень важно. У нас многоступенчатая, именно в том, что касается обучения, многоступенчатая система. Во-первых, мы посылаем учиться в Россию. Понятно, все не могут уехать на несколько лет и учиться. Поэтому мы открыли также богословские онлайн-курсы, кто может учиться на них. Понятно, что тоже не все могут, поэтому мы, допустим, на Филиппинах у нас была и радиопередача православная, и стенгазета православная, и переводим брошюры, потому что большие книги у нас и в России никто не читает, тем более там люди, в общем-то, работящие, и большие книги им некогда читать. Но маленькие брошюры, еще можно прочитать, они могут прочитать. Мы эти брошюры на их языки переводили и издавали. Причем меня даже удивило, что до нас католики этого не делали, хотя они на Филиппинах там 500 лет или сколько? Да, 500 лет. Когда я зашел ради интереса в местный католический магазин, я почти не нашел книг местных на вот языках Симуана или Тогалок, они все были там на английском языке. Мы чуть ли не первые, кто начал переводить. Понятно, Библию они перевели, это да, а другие, другую литературу нет. Мы вот с этой стороны, кроме того, мы посылали миссионеров, которые объезжали каждую общину, читали лекции. То есть, мы со своей стороны старались охватить всех по максимуму, насколько это возможно. Вы занимаетесь переводом с русского надо будет, а вы в русском лучше детей бросите. Ну, вот мы к этому приходим в Африке, потому что, хотя мы изначально не ставили такой задачи перед собой, но то, что у нас уже много, десятки тысяч верующих, африканцев именно, всклыхнуло новый интерес в Африке к русскому языку, потому что, в принципе, язык мало кто учит просто для души, язык учит для чего-то, должен быть какой-то стимул к изучению русского языка. Прежние десятилетия при Советском Союзе много где учили русский язык, в том числе и в Африке, потому что была перспектива поехать учиться, получить специальность, вернуться из СССР и занять место какое-то. даже сейчас африканские президенты говорят на русском языке, потому что они выучились в СССР. И в некоторых странах, в экваториальной Гвинении, например, из 15 министров, 12 говорят на русском языке, потому что они учились в СССР. Тогда это было понятно, для чего учить русский язык. После 90-х годов, когда все обрушилось, и с нашей стороны тоже, стало непонятно, ну и никто не поддерживал, и в целом стало непонятно, для чего его учить. Сейчас же, ну вот, в частности, если говорить про нас, у людей, конечно, возникает желание. Если они стали верующими, то они хотят познакомиться больше со своей верой. Ну а значительное количество духовной литературы, религиозной литературы, оно именно на русском языке. Поэтому, да, мы столкнулись с тем, что сами африканцы просят у нас помогите нам учиться русскому языку. Ну и мы начали сейчас тоже думать, как мы это могли бы сделать, там, может быть, сработничать с кем-то, потому что это все-таки не наша профильная обязанность и специальность, но, может быть, в сотрудничестве с кем-то, кто занимается профессионально обучением русскому языку как иностранным, за рубежом, может быть, у нас это получится на наших приходах. Так что, да, кроме африканцев, конечно же, у нас есть еще и русские, которые живут в Африке, тоже это наши прихожане. И они, допустим, многие, кто там вышел замуж или женился на местных гражданах, они хотят, чтобы и дети тоже знали и с их стороны тоже такие пожелания озвучиваются, чтобы была возможность. Где-то там и есть, в ЮАР, например, на приходе это уже осуществляется, где-то это запланировано только. Спасибо. Пожалуйста, может быть, у студентов, галерка, какие-то вопросы есть? Не стесняйтесь, спрашивайте. Скажите, пожалуйста, получайте, сама проблема в газетном и галере для вас наиболее как таковой. Причем, у вас, в среде, в обществе, вы сами знаете, как это происходит? Ну, я знаю английский язык, и поэтому я в тех странах, которые англоязычные, я говорю на английском, в тех странах, а там есть и франкоязычных много стран, есть и португалоязычные страны, в них мне нужно тогда обращаться к переводчику местному. и в некоторых англоязычных странах не все знают английский язык, а только там образованные люди, допустим. Если же я приезжаю в деревню куда-то, тогда мне тоже нужен переводчик, но всегда есть те, кто может переводить, и я особенно с этим не сталкивался. Но вообще, пользуясь случаем, хотел призвать вас научить язык. это реально помогает, и это не так уж и сложно. То есть, сложно изучить язык в совершенстве. Но мое открытие, это то, что для того, чтобы тебе коммуницировать с человеком, тебе не обязательно учить его в совершенстве. Более того, да его никто и не знает практически в совершенстве. Раньше Англия оставалась последним бастионом чистого английского языка, но, насколько я слышал, в последние годы и там тоже уже они отступают от правил, они не говорят так, как положено по учебнику. Английский, английский, он кроме Англии мало где есть. Собственно говоря, в большинстве это уже упрощенный язык и сильно упрощенный. Я когда учил его язык, иногда я комплексовал, что вот я плохо знаю язык английский. Потом я помню, мы как-то встретились с моим другом, он православный араб, мы с ним встретились в Сербии, так оказалось, вместе были, посидели. И вот я вышел после беседы и опять комплексую за свой плохой английский, а потом думаю, ну вот мы же три часа с ним проговорили, при этом я понимал, что он говорит, и он понимал, что я говорю, а собственно говоря, для чего язык нужен? Просто для несения своих мыслей и воспринятия того, что тебе говорят. На этом уровне изучить английский совсем не сложно. и на самом деле знать язык, это хорошо, круто и советую. Тем более, сейчас есть столько программ, как легко можно выучить язык. Я учил другие некоторые языки, но я их либо не доучил, либо уже не использую, либо в Африке они мне не пригодятся. Например, сербский язык я знаю только один раз в Африке, два раза я в Африке его использовал, встречая сербов, но это редкость, исключение. Вот. Но так, по большому счету, ну, какой-то непреодолимой проблемой и вот отсутствие языка я не могу назвать. Иногда, конечно, бывают курьезные моменты, вот буквально недавно, там у нас сейчас в Восточной Кении мы открываем приход, мы прислали туда священника и, соответственно, мы там арендовали помещение, чтобы было где молиться и он написал список и ему жить тоже, потому что он сам из другого города туда переехал как миссионер и он написал список вещей, которые нужно, потому что там сдают в аренду помещение с совершенно голыми стенами. Я смотрю за этот список, но многое я понимаю, там стол, стулья, карават, там всякие принадлежности и вижу надпись Iron Box. Я так не понял, спрашиваю, зачем тебе нужна металлическая коробка? В чем необходимость для прихода или для тебя лично именно Iron Box ему понадобился? А потом оказалось, что это, короче говоря, комплект для гладильных принадлежностей. Iron как утюг, короче. Ну вот, как бы, случилось такое недопонимание, да, может быть, из-за моего плохого, значит, издания английского, да, может быть, но ничего, разобрались, ничего страшного, будет у него Iron Box, все хорошо. Спасибо. Спасибо.